Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, чтоб все мы здесь сегодня собрались. Любители бардовской песни теперь будут собираться на одной площадке. Культурный раздор пора прекращать, решили федеральные и региональные власти. И усадили две стороны за стол переговоров. Министр культуры России Владимир Мединский заверил, единый Грушинский без федерального финансирования не останется. Нам бы всем хотелось, чтобы это было не две площадки по 30 тысяч, как сейчас, а чтобы это была единая команда, один Грушинский фестиваль, на который бы приезжало хотя бы по 200 тысяч, как в последние советские годы. Новое будущее ждет и фабрику-кухню. 350 миллионов рублей на ее реставрацию выделят из федерального бюджета. Сейчас памятник архитектуры регионального значения находится в частных руках, но собственник готов обменять здание на другой объект. На базе фабрики-кухни планируется открыть центр русского авангарда. Ничего подобного в стране еще не было. Вернуть вторую жизнь в это без преувеличения действительно уникальное сооружение, единственное в стране памятник конструктивизма, выполненный в форме серпа и молота. Мы исключительно благодарны министру за такую позицию, за такое отношение, за внимание к бедам региона. Владимир Мединский поинтересовался, сможет ли музей авангарда привлечь достаточное количество посетителей. Глава Самары Дмитрий Азаров отметил, удачное расположение фабрики-кухни и высокую транспортную доступность этой площадки. Владимир Мединский пообещал поддержку и в вопросе реконструкции старой части города, прилегающей к Хлебной площади. Комплексно обновить собираются 120 гектаров территории, которая включает в себя промышленные предприятия, жилые кварталы, две набережные рек Волга и Самара. Реконструкции подлежат 100 зданий, 40 из них – памятники архитектуры. Мы будем совместно выходить на председателя правительства и на президента страны, с тем, чтобы в рамках подготовки к чемпионату мира посмотреть и разработать специальную программу по фасадам. Можно здесь на самом деле выработать единые подходы, с тем, чтобы можно было серьезно превратить историческую часть города Самары. К концу года планируют обновить и 26-метровую пожарную колончу, что на Степана Разина. Когда-то она была самой высокой постройкой в городе. Увидеть весь масштаб ремонтных работ гостям предложили в прямом смысле слова «с высока». Во всю идут реставрационные работы на Куйбышево-104. Там планируется открыть межвузовский молодежный концертный театральный комплекс «Дирижабль». Дом – памятник архитектуры федерального значения. Дмитрий Азаров отметил, власти Самары разработали проект по реконструкции фасадов. Восстанавливать будут не только здания, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. К реставрации планируют привлекать и частных собственников. Сейчас и городские власти, и областные власти уделяют колоссальное внимание восстановлению памятников. Это видно прямо, как памятники преобразуются на глазах. Мы, со своей стороны, в памятники, находящиеся в собственности федеральной, вкладываем средства и будем следить за ними. Также Владимир Мединский в рамках своего визита побывал в Академии культуры, в обновленном театре оперы и балета и в особняке «Курлиной». Мария Ивадкина, Артем Сулайманов. События. Это именно модерн. И вот о чем вы говорите.